Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем видеоматериал в рамках молодежного проекта «Анатомия права». И сегодня тот материал, который был не подготовлен мною специально для вас, а в ходе дискуссии, в ходе различных вопросов, бесед и общения, навел меня на мысль, ага, значит, этого материала не хватает, да, что будет, если... Ну и, соответственно, решила я его отснять так живенько, чтобы пояснить правовые последствия. Конечно же, никто не исключает такого этического момента, момента общения, но, тем не менее, вот это ситуация, которую мы разбираем жизненно. Мальчик старше девочки, да, мальчику 18, 19-20, ну, берем ту адекватную разницу в возрасте, когда и согласно родителям, да, и как бы такая разница в возрасте не приводит к никаким таким настороженным моментам. Ну, скажем, 2-3 года, да, девочке 15, соответственно, если девочке 15, а мальчику, ну, 18-19, они общаются, встречаются, много времени проводят вместе, назначают свидание, то вроде как все хорошо, у девочки есть мальчик, у мальчика есть девочка, родители не против, все нормально, оба учатся, да, там мальчик старше планирует куда-то поступать, еще и на работу устроился, все отлично, помогает, заботится. Но, что может пойти не так? Первое, все-таки возраст согласия у нас урегулируется с 16 лет, брачный возраст с 18 лет, и вот эта небольшая разница в возрасте может подвлечь мальчика под уголовный кодекс, а именно под различные статьи преступления касаемо насильственных сексуальных действий в отношении несовершеннолетней девочки. Вроде как ситуация-то бытовая, да, никто не против, но вспомните различные новости, вспомните различные моменты, когда родитель заявляет или думает, что обижает ребенка, и заявляет на того самого мальчика, который уже попадает полностью под уголовную ответственность, и, в принципе, полностью уже дееспособный с 18 лет. Напоминаю, что уголовный кодекс у нас вступает за отдельные статьи преступления с 14 лет, по общему правилу 16 лет, то есть в полном уже уголовной ответственности наступает. Соответственно, вот такие незначительные моменты могут привести к печальным последствиям. Кто-то из мести напишет, кто-то из злости, мальчик бросит девочку, девочка обманутая напишет заявление в полицию сама. Да, я, конечно же, может, перехожу из крайности в крайность, но, тем не менее, это та правовая профилактика, которую я хочу донести до наших зрителей. Все-таки рекомендуется встречаться с 16 лет, чтобы не нарушать никакие отдельные статьи преступления, в том числе и уголовный кодекс, ну, самое важное, самое главное. А, конечно, с 18 лет уже полностью человек становится дееспособным, по правилу, если нет никаких ограничений. Соответственно, с 18 лет можно уже и вступать в брак. Надеюсь, наш материал полезен и ждем вас вторую и третью пятницу на нашей дискуссионной площадке. Всем пока!